за трудящихся как я провожу свой день не сказать сразу но иногда когда мне еще особо лень вставать я включаю комп отвечаю на ваши комменты потом соответственно умываюсь ну и тому подобное завтраку и сейчас я просто покажу один из вариантов своего завтрака пойдем 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 у меня тут свет горит хотя вроде как уже можно его выключить тут у меня волшебная соль которую я грею игре и ухо ну вообще я сегодня пойду к врачику надеюсь мне это соль больше не понадобится тут у меня была замучена это волшебная кашка которая сегодня закончилась ты я ее в этом ковшичке тут сливочное масло поставлю на плиту вариться искать уже закипает и тут несколько раз помешала все когда она сварится и прикрою крышечкой она несколько минут постоит потом я ее буду кушать все вставать мне сегодня в семь но сейчас где-то три с чем-то и так я уже где-то сейчас не сплю то я решила делать все завтрак здесь у меня мята и вчера в саду насобирала прямо в чашке зашпарила тут улун который однажды возможно обозриться ну и сковорода на которой я вчера соль грела сегодня я листаю каталог even даже решила заказать себе три геля и в принципе уже вышли может быть во втором как второй каталог как они есть но я решила себя заказать во первых у меня бонусы висят точнее эти баллы мне принципе как-то жалко терять в очередной раз другой стороны ну доставка там ладно фиг с ней в общем вот у меня где-то вместе доставкой заказ ну может максимум на 400 рублей такие дела о том как я провожу свой день то я марафетиться решила не марафетиться в общем я сейчас вернулась из больницы где приторчало два с лишним часа вышла я на час утра ну вообще получилось как я где-то часов 5 я поняла что надо вроде спать какой-то загадочный фейх поэта как я его загуглила в яндекс и он мне выдал лукмар который яндекс или ростариком или еще кто-то там роспотребнадзор или как их там называют забанил потому что мазила мне выдала не могу тебя туда направить то есть все 5 10 иди на эту сохраненную копию а я уже яндексовскую вкладку закрыла ну в общем я поняла что он в какой-то там поэт нам потом почитать будет принял стихи ничего такие прикольные четверостишие чем помер он в 2010 вряд ли он мог возродиться или ленка не в общем если только это зомби или дух какой-то научился печатать на компьютере приложили мне поспать свалить а не сидеть в сидим не шандарахаться но я короче где-то около пяти двадцати наверно даже попыталась лишь спать вставать мне надо было 7 утра и в результате как обычно когда мне надо вставать рано я нифига не сплю я уснула без пятнадцати семь вообще проснулась без 7 7 поняла что сейчас вот будут звонить будильник и вот так лежишь полудремя ну а что уже сволочь прозвонишь а это сволочь звонит а ты только-только вырубился где-то без двух минут 7 ну в общем я встала благо я уже без завтрака все было ничего есть не в состоянии было душ у меня был заранее принят тут еще тупо под пледиком повалялась так немножко и поковыляла на маршруточку выскочила первая попавшаяся маршрутка там смотрю человек зашевелился слушайте люди как это неудобно ходить когда вы мало того что очкарик так еще и глухой очкарик полный афиг не буду выравиться не цензурно но смотрю там человек какой-то зашевелился я так подскакала прыгнули на маршрутку она блин девятка она идет где-то там по честному сектору я и так-то не особо помню как она идет а в состоянии заложенных ушей плюс еще не спавший ну в общем такое состояние было топографический кретинист в квадрате если не в кубе вышла значит где-то там у центра данка и рядом еще у нас там детская поликлиника и поковыряла думаю налево пойдешь на маршрутку сядешь ждать придется еще пройти сколько-то направо пойдешь но как-нибудь сам дойдешь но в результате вспомнила что там где-то можно скосить прошла мимо дома горячука оказалось и там у меня еще срабатывает топографический кретинизм ну и в общем вышла я там чуть-чуть свернула пришла больницу прихожу в больницу народ никого в регистратуре куча каких-то этих касс не касс окошек фиг знает не было там сто лет еще по сто лет не бывать вообще мне надо было еще к одному врачу ну я уже когда выползла обратно поняла что ну во первых уже не в состоянии потом думаю вроде не настолько помираю по второй своей болячке уж лучше я когда-нибудь потом тому же мне гематоген помог спасибо наташа с фамилией иванова которая вообще-то не иванова ну да не суть в общем я захожу ними готовить знаете а клору ни хрена никого никаких талонов нет и вообще не известно когда они будут ну там лет через сто приходите да я так стою в афиге думаю блины чем мне делать видать так как они мне раза два это повторяли возможно до них дошло что медицин на клору надо они так как там сидели люди чисто не знаю для чего для галочки или там еще как-то но они мне знаете вообще-то есть талончики но игры там с 10 до часу до трех принимает этот лор значит оказывается мой любимый лор который мне свое время сказал уши не чисти уши промывай перекись ну шо и периодически иногда забываю делать в результате у меня потом случаются какие-нибудь казусы в этот раз то мне еще продуло слегка но и короче говоря подхожу а там он захожу какой-то дедок я чё его видела последний раз десять лет назад на этого кутузова врач такой крутой прикольный и там как от с одной стороны тетенька в один кабинет другой стороны этот мужичок так раз булочками заходит я думаю блин хрен его знает села я он изнутри заперся я поняла что-то врач ну вряд ли мужу левый зашел бы в кабинет и заперся изнутри да а где-то минут через десять там подходит какой-то народ то все я вот на тигр мне тупо спросить примет он меня ленин да не спросите спросите через раз мне так причем в этот раз у меня так то правая рука да правое ухо у меня более-менее чуть лучше слышала сегодня чем левая левая вообще глухла обычно наоборот у меня еще в детстве ухо когда-то стреляла кажется правая может левая ну короче не суть ну и в общем он выходит там кто-то не заходит и может быть ну проходите про сети у него спросил будет да говорит это типа а мне сказали эти потолочек бесплатно ну говорит может быть платно они дают талончик говорит 21 рубль стоит валите типа вниз так хотелось матом сказать не поверите общем валите вниз валили вниз иду в регистратуру вот туда-туда они мне говорят не горит идите в другое кошка иду другое окошко и не поверите 4 человека передо мной, 20 минут, что она там делала, блин, я не знаю, там, вот этот листик распечатать, и чтобы подписать деньги, принять, я думала, может, у них карточка, а у меня в наличке только 200, мне еще раз слышала, думаю, может, там 291, думаю, ну, 200 точно с чем-то, и один в конце, думаю, что, что между двойкой единицей в этой троице сидит, смотрю, у меня мелочь, думаю, может, у них карты принимают, где-то банкомат в больнице был, фиг вам, банкомата в больнице уже нет, может, он, он, конечно, где-то есть, но явно не в досягаемости для обычных посетителей, типа меня, пациентов, типа, да, ну, я, значит, подошла моя очередь, а то все, они мне там, а у вас карточка есть? Я так охренела, я думаю, блин, какая-то карточка-то вообще была, наверное, у них, говорит, нет, ну, именно лора, акацирь, у каждого врача своя карточка, а не одна общая, которая гуляет по больнице, ну, я-то не часто в больницу хожу, поэтому я как-то не в курсах, ну, и, короче говоря, нам не так это, ищет, ищет карточку, не находит, говорит, вообще у него были, я говорю, лет 10 назад, сейчас я нового вам делаю, она говорит, вообще с 10 он принимает, ну, говорит, вы как, типа, срочный, платный, идете сразу вне очереди, ну, я позвонила там родне, потому что она мне как раз тетушку названивала, я ее усиленно сбрасывала, объяснила, что и как, пошла, значит, думаю, денег снять, на часовом, люди, как вы же, я понимаю, ну, не знаю, может, кто-нибудь из Углича вдруг случайно увидит этот видос, как вы там живете без банкомата Сбербанковского, блин, мало того, что один уделали, а другой, а сам этот Сбербанковский филиал на ремонте, там, вообще не поймешь, он вроде открыт, и вроде все так цивильно сделано, дергаюсь, никакого объявления, ничего не закрыто, ну, понятно, иначе не работает, думаю, ладно, не везет, вот мне поперлась Дикси, Дикси, сказочный магазин у нас там есть, с одной стороны Дикси, через дорогу еще один Дикси, не поверите, в чем разница, в одном делают булочки, ну, я, значит, туда захожу, это бывший Добрыня, он, кажется, раньше работал с 8 до 8, теперь с 9 до 7, счастье есть, захожу, там, значит, без 5, наверное, 9, все закрыто, несколько человек у Дикси столпились, как пациенту, кабинет обращен, ну, я это, охренела, вышла так, говорю, все для народа, офигеть, вышла, минут 5 пошивалась на улице, на солнышке, ну, и захожу, смотрю, там уже туда все заходит, открылся он, купила там пару булочек, вот это чудо, еще какой-то сыр пора спродажать, потом я поняла, что сыр на улице мне как-то не судьба, наверное, сажать, а дома у меня вообще-то есть сыр, ну, думаю, ладно, вот два сыра фигель съем, он там нарезочкой какой-то, ну, и поскакала я обратно в больничку, прихожу в больничку, значит, это где-то полдесятого, куда время девать, ну, раз подхожу, там сидит какая-то бабуля, я говорю, ну, я говорю, тут в такой-то кабинет, да, у меня на 10.00, я никого не пропущу, я думаю, хоть с тобой, извиняюсь за мат, значит, ну, и она, значит, я говорю, вообще-то, у меня платно, типа срочно, я все равно никого не подпущу, я в 10 пойду, у меня записанная, я думаю, че с тобой старая карга, значит, а бабка на больную совсем не похожа, знаете, как вот это, бывают такие бабки, которые стоят, стоят на остановке, а вот подходит автобус, куча народу, они так бойко, лапами шевелят, что вообще, и не сказать, что и бабки, ну, значит, там рядом еще народ какой-то сидит, я говорю, хорошо, вы за мной будете, я говорю, тогда же через человека же тогда идут платные там, я не знаю, никого не пропущу, там еще два каких-то были, ну, один был лежачий, в смысле, из больницы, стационара, другой, девица с чьим-то ребенком, я поняла по разговору, в одно слышащее, чуть-чуть слышащее ухо, что это не ее ребенок, и они в принципе были в курсе, что через человек, потому что потом еще подошел человек, его врач отправил на это, купи, говорит, талончик иди, я так поняла, что талончики есть, но я не знаю, куда эти 201 рубль идут, я понимаю, я сначала думала, что там это платно, там тысячи две будет, да, или еще что-то в этом, ну, тысяча, ну, 201 рубль платно, что они там, на консервы собирают, что ли, еще куда, а, и да, это у меня там, конечно, выдалось, бумажка, которая отдалась мне лично в руки, копия, что я осведомлена о том, что можно получить эту помощь врача бесплатно, мне, конечно, никто не говорил, как ее получить бесплатно, но судя по тому, как в другом окошечке записывали за неделю-две вперед к терапевту, обычный, правильно, да, вот вы вдруг на работе заболели, вам хочется, значит, идти, ну, куда вам надо идти, на больничную, у вас высокая температура, нет, вы сейчас не можете пойти на больничную, у вас высокая температура, пофиг, помирайте, потому что в Угличе вы можете записаться к терапевту только за неделю, ну, и к остальным, видимо, врачам примерно так же, ну, я поофигевала, значит, я подходил, ну, мужик какой-то подошел, значит, кто последний, я говорю, вот, я говорю, ну, у меня платно, ну, через человека уже, типа, все такое, и вдруг подходит эта очередь этой бабки, бабка выходит, и я пытаюсь зайти, но туда заходит эта девица с ребенком, вообще, и пофиг дым, что кто-то там очередь занимал, у нее, не знаю, платно, не платно, был у нее талон, фиг знает, он, в результате врач потом выходит, типа того, что, кстати, чайки у меня там орут, не знаю, будет слышно в камеру, выходит врач, типа, заходите, я захожу, он там эту бабу отчитал куда-то, ну, в общем, что-то я там выписала, она с ребенком вылезла, он говорит, иди, говорит, в кресло, я смотрю, там такие приспособления, люди, если вы были у лоров последние, там, не знаю, несколько дней, месяцев, я-то давно не была, я охренела, я думаю, блин, там какая-то шапочка, мне когда-то обследование делали, до перечередно-мозговой, я думаю, блин, неужели эту хрень на меня будут одевать, а как же уши, а он, оказывается, эту хрень на себя одевает, еще такая похожая, как вот, если вы, допустим, диггеры, куда-то ползете, да, лазаете, там такая одевается, и тут фонарик такой, в общем, он мне подставляет какую-то хрень, к шее, говорит, держи, посмотрел уши, вот, 201 рубль за 4 шприца, по 2 шприца в каждое ухо, и так это, лучше не знать, что там вылазило из этих ушей, в общем, все, что у меня вот здесь где-то там скопилось, оно как-то так это, ну, промыли мне уши изрядно, короче, в общем, у меня сейчас, наверное, третий завтрак, потому что те булочки я схавала перед больничкой, ну, села я потом на маршруточку, думаю, выйти в солнечном, зайти в магазин, у меня еда приказала долго жить, точнее, есть, но вот, допустим, надо молока, молока нету, но думаю, что-то мне как-то приду, лучше поговорю в камеру, может, подремлю слегка, да, у меня тут даже приветы накопились, я думаю, хотя бы подозреваю, что они еще накопятся, когда я это видео буду писать, я уж решила сегодня сделать это, то, что я делаю за весь день, утро, обед и вечер, утро, день, день, точнее, вечер, в общем, приветы, Аня Ковалева, Амелия Геворгян, Полина Милова, Александра Расторгуева, Марьяна Камелли, ну, Логин там такой был, Алина Фурманюк, Елена Дыльченко, если не так, то, извиняюсь, потом перепишу заново и передам, Евген Миничев или как-то так, если я вообще правильно перенесла, потому что там на латинице было, но я Логин на всякий случай переписала, Саша Шевченко и Алина Котик, вообще у меня там еще кто-то просил передать привет, но я не помню, где я это все записала, но я думала, у меня же еще будет кусочек видео, так что оно сшиваться будет, я включу комп, уточню, кто там куда передавал, где я это записала, и передам снова, в новой порции, в общем, попью я кефирчик, ничего такой кефирчик, кстати, у кого есть дикси, можете купить, ну и пока прерывусь, а то, если честно, я уже говорить устала, хотя слушайте люди, когда вам промоют уши, так все слышно, мир такой играл, давайте меняй, фырчика, кстати, вот это очень прикольная прихваточка, я тут наконец-то решила попить чайку, а потом завариться, да, я знаю, что у меня тут слегка срач, но, кстати, когда он промоет уши, вы даже видеть начинаете лучше, ел красоты, в общем, у меня тут улончик, я думаю, его немножко попить, а потом подремать, и потом уже сходить в магазин, если не забуду, возьму с собой фотик, и запишу частично, где я там иду, вместо того магаз, как бы так показать-то меня, у меня висюлька, потом я при всем марафете покажусь на камеру, когда вернусь из магазина, и постараюсь по дороге, что нельзя снять, поход в магазин, первый день лета, кто это куда-то мчится, моя тень, пока я ходила в магазин, но зато я так частично не мучаю, что я тут купил себе, тут вкусняшки, булочка, рыбка там где-то красная должна видеться тут, творожок, йогурт, молоко, еще какая-то хрень, пришел я из магазина, тут у меня фоном возможно шумит компьютер, вообще мне сейчас придется кое-что найти, потому что моя тетушка кое-что потеряла, это кое-что может быть или у меня, или у нее, и да, я тут переписала уже внятно себе те приветы, которые я не смогла осилить свои каракули, измененные, в общем, Дымченко Елена, привет, и как меня уже пометили по поводу ударения, Олеся Диардиева, тоже привет, ну и да, тут меня еще попросили кое-что передать, Фарина Милова, прости пожалуйста Кевина, который имеет логин, ник точнее в гугле, в ютубе Кевин Зе, вот, в общем, прости его, помиритесь, живите мирно и счастливо, и вообще первый день лета, уряааа, вот, я сейчас пойду разбирать свой пакет, потом искать эту неведомую штуковину, и надеюсь, я что-нибудь покушаю, да, вот тут меня терорила Наталья, почему я ничего не ношу, в общем, я вообще что-то ношу на шее, но, если снимаю, то потом могу забыть на месяц, на два, вот, в честь лета я решила примарафетиться, тут у меня стрекоза моя из того обзора этой ювелирной бижутерии, стрекоза с лайта, цепочка в России купленная, а тут вон кольцо мое, которое еще есть подвеска, браслет, вот этот вот, но я решила, что вот, если браслет и вот это все, это перебор, это надо или кошек снимать, или что-то другое, как-то, или без стрекозы это все делать, и еще, в общем, браслет, кольцо, подвеска, и еще сережки такие же по размеру, но я не риснула и ходить, потому что мне кажется, что это уши просто не выдержат вот такой вес. я думаю, может из них потом что-то переделать, там, или тоже еще какую подвеску, или как-то соединить, чтобы еще один браслет был. И еще, кажется, у меня есть браслет какой-то с похожими розами, ну, вот это как комплект. Да, тут это кольцо с драконом, но тоже как бы на все размеры. Он тогда тоже был в обзоре, в принципе. Ну, и мои эти кошки. Лапки у меня, Мара, на жаре раздулись, и потом, теперь фиг снимешь эти кольца. Ну, я сейчас посуду буду мыть, и я думаю, они вполне себе снимутся. Ну, в общем, пока я беру вас. как-то все видно будет, я не очень в курсе, но что-нибудь, да вы увидите. Это, наверное, уже ближе к вечеру. Обед я проспала усиленно, где-то там часа два с лишним. Тут у меня и масло сливочное, и акация кексик успела купить, я забыла. Камера, привет, если ты меня видишь. Вообще, у меня задумка сделать рис с грибами, с лисичками, и с этой самой моей любимой приправкой с недавних времен. Али, я очень хочу есть, поэтому я решила сначала сварганить макарон, потому что у меня есть сыр. И сливочное масло, я таки купила. Момент. Оказывается, у меня нет полотенца. Ну, ладно. Вот здесь я соль грел, точнее в ней я ложила в нее соль и держала потом у ухов. Два дня подряд, я думаю, в нее пока можно вытереть руки. Сюда я засунула соль. Кстати, соль. Я думаю, она вполне съедобная, потому что, в принципе, что это соль, фиг с ним, что она жареная, бывает же черная соль. Какой-нибудь, если будете, то можете увидеть и купить. Так, вкусняшка. Еще вкусняшка. Это у нас атрус производит вообще Ярославской области, Ростов. Ну, вот у нас есть магазин филиал этого атруса. Попробую сказать. Вот. Текст творожный. Атрус. Вот я сегодня там частично закупилась. Конечно, тут куча всякой химии намешанной, помимо прочего. Но один раз можно попробовать. Никто ж еще не умер. Ну, возможно, кто-то и умер. Но тут же не столько много химии. Передоза не было. Также булочки. Вообще, я хотела, они лаваши делают, но что-то у них лаваша не было. В общем, я был сырный, а сырный это уж совсем химия. И маленький сок из пятерки. Вообще, я хотела апельсиновый сок, но что-то там апельсинового не было, маленького. А большой покупать как-то не хотелось. У меня еще этот крахмал лежит, который я собираюсь, наверное, может сегодня, может, два приделать. И Серег себе сто лет не делала. Там на окне у меня помирающий цветок с сорняками, которые внизу выросли. И не у меня кастрюлька, а вот эта. Алюминиевая. Я потом, конечно, это все пересмотрю, потому что не уверена, что там вот что-то конкретно видно. Но я поставила на холодильник, потому что мне соображать сейчас лениво, куда его заварить. Заварить это все. Лениво. Придется водить, пока золотые. Я тут вчера как-то делала макароны и готовила в них карри. Думаю, сейчас тоже ползу вам покорить. Сутка. Тут мне подарили варенье, но оказывается снова заплеснило. Не знаю, чтобы варенье то ли его полностью выкинуть, то ли снять плесень и переварить. Это я как-то сомневаюсь вообще. Я им даже покажу. Люди слишком нервные. Отойдите от экрана. Сейчас увидите плесень. Я его вчера достала из холодильника. Думаю, сняла плесень. Думаю, сейчас переварю, или посмотрю, что с ним делать. А она уже так вымахала. Я его даже не пробовала еще варенье. Да, он тут у меня облепиха. И немножко, ну, можно сказать, что это прошлогодний мед, потому что это с отопленных храмок, лаврик, берюська, укропчик. Вот этот хлебушек, который я купила отрасовский. Он с перчиком, еще с какой-то хренью. Сладкие хрени. Ну, и обратно я тебя разворотила. Что и не падает. У меня немножко уже нацедилось. Пое-бук. А, вот он. Подносом стоит коробок, и не везет. Вот что значит голодный человек. и не везет. И не везет. у меня есть макароны марка. Вообще, я люблю макароны. надо будет разведать. Есть у меня и сам украина. Вот мои макароны, целая мисочка. Хреновый я вам скажу, это улу. Вообще, не знаю, когда я его покупала, но меньше года точно. Они где-то в среднем 18 месяцев должны храниться, эти улуны. Вот свежесобранная, да. Но 18 месяцев еще не прошло. А его даже на одну заварку не хватает. То есть, чтобы мне попить чай, я завариваю вот этот полный чайник двумя чайными ложками. И потом выливаю в чашку. И ощущение, будто я пью такой очень жидкий бульончик. Или спитой чай. В общем, им можно будет парить цветочек. И заварить свежую. И это с учетом того, что листики еще не распустились полностью. То есть, они еще не отдали себе чаю. Так, я думаю, пока можно прерваться. Мои лисички, которые как-то были в обзоре холодильника. Я решила, что их надо слегка промыть. Но потом попробую их порезать. Потому что обычно их целиком кидала. А тут решила, думаю, порезать помелче. Ну, вам я буду уже заснимать так в процессе бытия. Тут одна булочка моя. Макароны у меня почти готовы. Макарошки. Конечно, на первый взгляд не заметно. Но там очень большой кусок сливочного масла. Сейчас я их снафигачу в тарелочку. Открою себе сырок и красную рыбку. Не помню, как ее там звали. Вроде горбушка. И буду хавать. А потом, возможно, запишу вам процесс частями приготовления своего месива риса с лисичками. Это рыбка, которую я открою к макарушкам. И сыр, который я сегодня купила, пока в больницу ожидала. Ну, некоторые из них я не порезала. Так уже последние 2-3 гриба. Чисто лень была. В принципе, это буду есть я. Я... Как говорит Маша, Люля, слопает все. Люля постепенно убивает двух зайцев. В общем, я тут рыбки кусок распотронила. Оказалось, там три огромных куска. В этой штучке. Они шесть маленьких. Я обнаружила рис. Вообще, у меня есть рис такой трехсортный. Там черный, коричневый, еще какой-то белый вроде. Но раз я обнаружила нормальный рис, то нормальный рис я так и это... Здесь и есть. Оно не может не есть. Ну и что у меня тут? Соль. Укроп, который со вчера вечера засох. Рис, значит, эти самые лисички и слегка калий приправы. Я прикрою сейчас крышкой, поставлю на медленный огонь и пойду кушать в комнату. И буду читать там или ваши комменты, или вообще что-то мне понаписали. Да, кстати, я туда задолбила три чайных ложки. Даже можно сказать, три чайных и одна треть ложки. И положила несколько листовиков мяты, которые вчера в саду с хаммуниздила. И даже перелила, налила в чашку, потом перелила из чашки сюда. Вроде как помешала его. И вот он вроде по цвету, да, даже на человеческий похож. Ну, в смысле, на нормальный чай, не знаю, как по вкусу будет. Даже вроде как и заварка такая. В общем, сейчас я возьму себе чаек и буду им запивать свои макарошки. Хотя у меня еще там кексик есть. И вообще вкусняшки всякие. Да, вот у меня это мое месиво. В общем, что хочу сказать. Я не переодевалась, потому что думала, что мне придется или возможно идти или в цветочные, или в гости. Но ни то, ни другое не случилось. И потому я все еще в этой кофточке. И джинсовой юбочке. Потом, когда буду делать когда-нибудь обзор летних шмоток, эта джинсовая юбочка увидится вами. В общем, я решила попить чайку. Ой, блин, я вляпала с ним. С этими зефирками, с шоколадкой. Ну и со своим улуном, который я заварила еще несколько листиков мяты. Так, вот. У меня на компе я сейчас 21.20 времени. Эти часы вообще бегут вперед на день и на час. Да, на день. А то тут как-то шли на два. Да и фрашерские, вообще без понятия, как они идут и куда они там бегут. Кольца я уже сняла. Осталась у меня только вот эта вот подвеска. Но я ее сниму, ибо у нее очень острый хвостик. Наверное, поменяю ее на другую. Буду пока тоже снова таскать. Только надо будет распутать. Тут у меня узелок завязался. Каким-то загадочным образом. Тут тоже стрекозень. Только с камушком. Вот. Такой у меня был день. Вообще у меня... Они такие сумбурные обычно бывают. Я могу резко куда-нибудь сорваться, подорваться, поехать. Там в гости пойти или просто еще куда-то. А могу вот так вот медленно и печально что-то делать. Я хотела сегодня записать вам, как я, допустим, редактирую. Но мне не сложилось, а я даже не дошла... Не открыла эту вкладку редакта. С мангой, которую я редактирую, взяла, так сказать, в свое крылышко. Потому что она мне очень нравится. Цветок моей печали он называется. Наша команда, наверное, на 6.06 выпустит следующую главу, не знаю точно. Но получилось так, что мне не до него. И вообще я какая-то слегка сонная. Ну и сейчас вот позаливала основные видео, части видео на Ют, в смысле Ютуб. И сшиваю их постепенно. Вообще там будут такими сердечками и квадратиками. Я тут обнаружила. Но не под носом, я только недавно заметила эти переходики. И не знаю, надеюсь, что будут так вменяемо и цивильно. В общем, вы, если досмотрели сию до конца, то я рада. Я вроде как выполнила один запрос одной девочке Кати. Еще вроде передала приветы. Надеюсь, помирила. Ну или хотя бы сподвигла Полину простить своего Кевина. И что еще? Даже приготовила что-то пожрать. Покушать, ладно, извиняюсь, покушать. Правда, вот эта книга-бук, я видео про еду, я думаю, что сниму когда-нибудь потом. Может, что-то я как-то, не знаю, это надо себя подготовить морально. Что весь день что-то готовить, что-то снимать. Да и то не один день. В общем, вот такой видеообзор, как я провожу день. Я, правда, вспомнила, что я не записала, как у меня это все-таки утро происходит. Потому что я там в три утра кашку готовила, а потом что-то как-то и вообще забыла, что на... Как-то это заснять. Я не знаю, стоит ли снимать... Ой, извиняюсь, извиняюсь. Как я там умываюсь, а... Ну... Вообще, я по утрам делаю гимнастику, но когда вот так вот рано вставать или я спала, фиг знает как, и я в состоянии таком, блин, только бы с кровати сползти и докуда-то доползти, то я, соответственно, эту гимнастику делаю где-то на одну вторую или на одну третью. Только пару упражнений. В общем, такие дела. В общем, ну, пишите комменты любой тематики. Потому что если ограничивать, то есть все равно люди, которые пишут там что-то вообще совершенно левое. Ставьте лайки. Можете и дизлайки. Мне, в принципе, не холодно, не жарко от них. Там вроде как мнения тоже, да? И подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока. Пока.